мы приехали на пляж всем привет с вами аленка блок и я хочу вам показать наверное самый красивый пляж бандай это бонды так и называется если вы погуглите сиднее это вот как бы его лицо бандай бич тут прекрасно есть ресторан айсберг рыбный может быть может быть а сейчас туда зайдем кофе попить или коктейль какой-нибудь мы красиво мне кажется для огромный разве взять как тут пахнет красиво солоновато и морем и океан здесь так классно а здесь так здорово скейтборд детишки совсем маленькие взрослые гоняют а это вдоль пляжа такая стена и художники рисуют свои картины всякие разные бонды и бич очень мило и вот мы уже подходим к пляжу тут даже когда прохладно сейчас уже прохладно все равно очень много народу и даже есть люди кто до сих пор купаются но мы не такие отчаянные ну тут очень красиво правда сейчас я так поверну что было видно виден океан вот он там океан ну прекрасно просто здесь всегда много сёрферов вот там они вот там волна бултыхаются и вон тот голубой это ресторан айсберг вот там вот видите по-моему это самый красивый пляж вот сёрфер видите вот упал 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 вот ребятки идут за очередь девочки фотографируются мальчики фотографируются это такой променад конечно это вот знаково жить если вы живете в Сиднее жить на Бандае именно тут даже мрамора нет на наберег рядом с пляжем но здесь очень влажно а зимой очень холодно в квартирах которые на берегу поэтому конечно лучше подумать сто раз но конечно тут атмосфера потрясается мне нравится вот там мужчина играет на саксофоне и продолжается арт стена много здесь конечно много разных художников ну тут конечно основном все такое граффити грибы из нас красиво да грибы из нас неплохо еще сломанный рот вот художник да неплохая девочка ну вот такие тайтянки спасатели девочки тоже снимают конечно же звуки океана их ни с чем но они ни с чем не сравняться это просто потрясающе и парочки влюбленные гуляют сидят ну что я пошла все-таки трогать воду муж сторожит мои балетки сейчас скажу вам о ее температуре но скорее всего очень холодная вода но вид конечно кайф но близко подходить нельзя потому что волна может очень сильно окатить и вы будете все все я отхожу ну вода холодная ну да мне муж отряхивает ногу это приятно спасибо все не одна только ну и конечно кофе соевый флэк вайс я еще не говорила что в Сиднее самый-самый вкусный кофе ну вот ну реально вкуснее я еще не пила ну здесь зерна здесь органи кофе здесь ты можешь взять с миндалем кофе с миндальным молоком соевым молоком да с чем угодно вообще можно такие кофе замутить но самое главное что конечно тут вообще на каждом углу на каждом вообще в любой даже самой маленькой будки ты можешь купить всегда лучший кофе в мире старбакс просто отдыхает старбакс тут вообще не популярны они закрылись они закрылись да? остались 4 кафе только 4 кафе осталось в Сиднее так как ну это вообще ни о чем так что прилетайте к нам на кофе не пожалеете я вот серьезно ну мне очень нравится кофе в Сиднее кофе называется Russian Deli тут даже их его продают вот тут всякие штучки салаты что хотите салаты торт с наполеон конфеты тут в основном все польское всякие пирожки пельмени пельмени мулапола для поверх пельмени селедки капусты вот пельмени Курицы, конфеты, коробка, вареницы. Видите, здесь есть кефир. Кефир в ксидне вообще нереально найти. Да, Леша? Да, кефира здесь нет. Вообще люди не понимают. Мы купили много всяких вкусностей в русском магазине. Я вам покажу потом. И нам дали бесплатно в подарок конфетки. Это так классно. Она говорит, хотите конфеты или зефир? Я говорю, давайте конфеты. Вот, красный октябрь. Приятно. Представляете, нашли в русском магазине ряженку. Ряженку. Сейчас будем ее пробовать. Вот едем. Как она вообще? Ничего? Или не ряженка? За всем. Но зато мы купили кефир. Домой везем большой кефир. У нас сын очень любит. И мы любим. И вот мы наконец дома. Я хочу показать, что мы купили в русском магазине. В седнеевском русском магазине. Ну, прежде всего мы купили пельмени. Они, кстати, очень вкусные. Вот эти пельмени. Московские. С говядиной. Мы вот купили две пачки. К нам сегодня розочка приходит. Будем есть пельмени. Также морковку по-корейски. Я очень люблю морковку по-корейски. Это просто моя любовь. Две упаковки творожка. Творог, кстати, в седнеи тоже очень редко можно купить. И когда мы видим, где-то обязательно берем. Одну нам, другую розе. Вот. Другую розе. Потом. Вот это вообще же прелесть. Это кефир. Ряженку мы попробовали, выпили в машине маленькую бутылочку. Очень вкусная. Ну, не такая, конечно, как вот. Знаете, простоквашина, по-моему, называлась ряженка в России. Ну, все равно, это вкусная была. Так что кефир, наверное, тоже будет вкусный. А потом мы купили здесь колбаса. С салями тоже говяжьим. Потом я нашла ткемали. Посмотрите, какой классный, зеленый. Я люблю именно зеленый ткемали. Мой самый любимый был в России. Мы когда жили, я всегда покупала от Татьяны Веденеевой. Знаете, были такие бутылки. Вот ткемали у нее были, соус и еще какой-то. В общем, очень люблю ткемали. Аджика по-грузински. Аджика тоже люблю. Ну, люблю, короче, острое, вы знаете. Потом мы взяли вот такой вот рулет. По-поляки его, по-моему, делают. Я не знаю, короче. Маковый рулет у меня муж очень любит. И взяли даже банку икры. Посмотрите, 25 долларов. Так, ее тут достаточно много. Сколько тут? Грамм 200. А она из... Откуда-то... Откуда-то, короче, им привезли. Короче, вот, баночка икры. Попробуем, какая там она на вкус. И самое главное. Конфеты. Смотрите, какие хорошие. Русские конфеты Ротфронт. Птичье молоко. Я очень люблю птичье молоко. Красная шапочка. Красный октябрь. Люблю красную шапочку. Белую. Бабаловский. Я хотела, конечно, конфеты Аленка, но их не было. Вот такие маленькие шоколадки. Я их не очень люблю. Ну и купили уже не в русском магазине. Эти. Эспрессо для машины. Так что такие дела. Ждем в гости Розу. Будем сегодня вот на русской еде. Если кому интересно, вот чек. Русский магазин, он достаточно дорогой. Все вместе у нас получилось 142 доллара. Ну, это дорого. То есть, если в обычном магазине, в супермаркете на эти деньги, на эти деньги можно купить в три раза больше. Ну, здесь ты платишь за... За Родину. Все. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова